Еще с тех пор, как основой экономики Дубая была ловля жемчуга, деревянные лодки Дау из бухты Дубай-Крик возили товары в Иран через Персидский залив. До ближайшего иранского пункта острова Кишмине 200 километров 10 часов пути. Торговля между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами процветала, несмотря на американские санкции. Но введение международных в 2012 году нанесло по бизнесу ощутимый удар. Говорит Иман Матамини, помощник управляющего фирмы савантрейдинг. Сейчас люди в Дубае живут своей жизнью, независимо от Ирана. Но торговля очень сильно сократилась. Думаю, если санкции смягчат, многое изменится. Обычно из Дубая 70-80% грузов шли в Иран. Но с тех пор, как ввели санкции, никто ничего не покупает здесь из Ирана и даже для того, чтобы ввести транзитом через другие страны. Статистика показывает, что хотя из-за санкций товарооборот между странами упал на треть, ОАЭ остается четвертым по величине торговым партнером Ирана и главным источником импортных потребительских товаров. Отмена санкций даст толчок бизнесу. Вице-президент и соучредитель Иранского совета предпринимателей Хусейн Хагиги. В прошлом, до введения санкций, между Дубаем и Ираном существовала налаженная система экспорта и импорта. После начала санкций год за годом объем неуклонно снижался. Сначала до 12 миллиардов, потом до 8,5 и, наконец, в прошлом году до 4,5 миллиардов долларов. Если санкций не будет, все может вернуться к прежним объемам. В Объединенных Арабских Эмиратах вторая в мире после США иранская диаспора полмиллиона человек. Большая часть из них живет в Дубае. Иранцы масса васили здесь еще после Исламской революции 79-го года, и они в авангарде торговли, как легальной, так и нелегальной, со своей исторической родиной. Но это не значит, что здесь внимательно следят за ходом переговоров в Вене по иранской ядерной программе. Иранская диаспора привыкла к успехам и неудачам переговорного процесса. Они говорят, что соглашения и компромиссы – часть их жизни. И эта неопределенность не мешает торговле, которая продолжается веками.